Всего 31% смотрят с подпиской. Делаем выводы, подписываемся и ставим лайки. Отличная карта! Здарова народ, с вами снова Доки. Как вы поняли, сегодня будет обзор одной карты от Слэйра. Но перед началом, хочу порекомендовать телеграм-канал моего друга, в котором он проводит розыгрыши и публикует интересные посты. Ссылка на его телеграм-канал и ютуб-канал будет в описании. В нем, пожалуй, сюжета, который есть и определяет наше пребывание здесь. Наш главный герой Афанасьев Валентин Юрьевич, у которого умирают родители, после чего он начинает вести свой дневник для основных заметок в жизни. Помимо родителей, у героя есть младший брат, который попадает в серьезные долги, с которыми не может сам расплатиться и примыкает к помощи брата. Но у того впоследствии кончаются деньги даже на еду. По истечению обстоятельств Афанасьеву приходит в наследство земельный участок, куда он решает ехать на постоянный заработок. После приезда на ферму он вспоминает рассказы деда, норово учения родителей, что он бездар и ничего в жизни не добьется. Когда он разбирает горшки на заднем дворе, он отыкается на письмо, в котором ему сообщает мать о том, что это она оставила ему загородный дом с фермой и настояла заботе над младшим братом. Прошло много лет, присматривая семейный архив, главный герой нашел фотографию отца, на котором лежал спокойный текст при смертном состоянии на больничной койке. После этого он сравнивает себя с отцом, предполагает, что тоже среди внутренней покой уйдет в мир иной. Сразу вспоминается ситуация, когда пьяный фермер избыл свинью молотком, он думал, что это копилка. Ну а сама карта выполнена довольно качественно. Имеются незначительные баги с зачислением монет на табло, но они не портят общую картинку карты, за что отдельный респект трейлеру. Мне больше всего понравились миссии с ТВ-градками. Как было легко притаскать телевизор и за них давали бы хорошую оплату. Хотелось бы уделить отдельное внимание бирже в игре, которая меняется по определенному расписанию. Такая механика безусловно усложняет игру и делает ее более интересной, так и заставляет выжидать определенных моментов для дропа ресурсов. За это тоже респект. Также карта придает атмосферу проработанной до мелочей дизайн. Начиная от нексботов, деревьев и заканчивая самим домом. Благодаря хорошей атмосфере на такой карте можно потратить много времени без чувства одиночества. Хотя есть две версии карты. Одна карта для одиночной игры, другая для мультиплеера. На этом у меня все. Отдельное прочитение трайлеру за создание данной замечательной карты. И Владу за добавление нексботов. Хотя обновь давно нет. Все готово, босс. Осталось только его заманить как собачку в будку. Чудненько, пупсик. Я думаю наш план сработает. Продолжение следует...